сентябрь уже здесь и самое время браться за дело поэтому вот он ваш план как прокачать ваш английский за сентябрь если вы готовы поехали день 1 вам нужно провести диагностику и проверить ваш уровень английском языке вы можете пройти несколько тестов на уровень языка у нас есть неплохой тест вам нужно понять где вы сейчас находитесь и где вы начинаете чтобы понять каким образом и куда вы будете двигаться за этот месяц также у нас есть рекомендации книг которые вы можете почитать в зависимости от уровня и ну естественно вы смотрите кого с уровень и выбираете книгу почитать на весь месяц чтение это очень важное занятие небольшой лайфхак от меня и рекомендация когда вы читаете книгу читайте вслух почему бы нет вы не только развиваете навыки чтения вы еще развиваете навыки произношения и вы как бы знаете тренируетесь говорить на английском языке без вот этого элемента выдумывания что сказать плюс еще вы привыкаете слышать свою речь в английском языке ну и естественно когда вы читаете слух вы развиваете навыки чтения это становится чтение становится быстрее поэтому читайте вслух день 2 так как осень на дворе и все дела есть прикольная статья где вы можете почитать и найти свои причины на английском языке почему вам нравится осень а если вам не нравится осень вы можете найти причины полюбить осень и все это на английском языке видите мы немножко отвлекаемся от прям конкретного изучения английского языка потому что ну этого и так будет достаточно вы можете хотя бы на секундочку отвлечься от академической деятельности связанной с английским языком и просто что-то сделать прикольное интересное на английском но не совсем думая об английском видите мы пытаемся обмануть наш мозг день 3 пришло время нам с вами что-то посмотреть и почему бы нам не вспомнить эту атмосферу наших школьных времен и возможно это будет всем атмосфера наших школьных времен но это все равно будет атмосфера школьных времен которых возможно у нас не было я вам дам небольшой список фильмов которые вы можете посмотреть в оригинале с английскими субтитрами с русскими субтитрами зависит зависит от вашего уровня но не обязательно стремиться к тому чтобы смотреть вообще без субтитров такие фильмы как american pie или bring it про чирлидера фильм или ну возможно на любителя но high school musical например 10 things i hate about you napoleon dynamite greece clueless классика просто классик и когда вы что-то смотрите или читаете в предыдущем дне статью всегда без фанатизма и сильно себя не заставляете не стрессуйте сильно но если вы находите какие-то слова или фразы которые вы не знаете ли которые кажется вам прикольными знаете есть несколько разных категорий слов и фраз в английском языке особенно если вы на уровне ну чуть ближе к диапазону intermediate до поздний начинающий до либо free intermediate intermediate есть не разные категории нового вокабуляра это слова которые вы совсем не знаете слова которые вы знаете но еще посередине есть слова и фразы которые вы понимаете что значит вы их слышали но вы их не используете потому что ну вы до конца их может быть не знаете поэтому старайтесь атаковать больше посередине да какие-то прикольные фразочки слова которые вы в принципе понимаете и знаете и вам не сложно понять о чем идет речь но вы их не используете ну сами это очень очень хорошая категория которую многие проглядывают день номер четыре и здесь уже решать вам вы можете собраться с друзьями или что-то вроде такого и найти какие-нибудь рецепты но я не знаю еды или коктейли например и на английском языке естественно и попробовать ну что-то сделать либо какую-то блюдо либо какой-то коктейль следуя рецепту полностью на английском языке и это будет нелегко возможно вам придется пользоваться словарем или переводчиком для некоторых слов или вещей возможно скорее всего вам придется пользоваться конвертером вот этих вот единиц измерения что значит one ounce of simple syrup да например например но это все часть процесса если что-то сложно не значит что это неправильно и скорее всего если это сложно значит что так и нужно значит вы делаете все верно опять-таки еще раз disclaimer за послушайте меня это будет нелегко но так и нужно день номер пять и пришло самое время если вы еще этого не сделали перевести все свои гаджеты на английский язык ноутбуки планшеты телефоны часы телевизоры все 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 может быть даже интерфейс вашего автомобиля чем больше вы видите этот язык тем комфортнее вам будет с его распознаванием знаете есть такой момент вы допустим говорите по-русски или читаете на русском языке какой бы ваш родной язык не был да и вы все делаете комфортно вы можете даже не вставая с дивана вот так вот пол лежа понять или прочитать или услышать но когда английский начинается либо что-то написано на английском или что-то вы слышите на английском сразу бам вам нужно сфокусироваться и сосредоточиться вот это как раз таки упражнение помогает вам сделать так чтобы вы сильно не напрягались и на это просто нужно время нет никаких лайфхаков или упражнений которые вы активно должны делать чтобы это у вас прошло это просто время и опыт все что вы можете сделать это просто консистентный регулярно это делать и тогда ну это придет намного быстрее чем чаще вы это делаете тем быстрее это придет наверное вот он и лайфхак день 6 я с вами поделюсь статьей о том как пользоваться искусственным интеллектом для того чтобы учить английский вы можете прочитать эту статью и попробовать поиграться с одним или парочкой этих способов день 7 теперь все серьезно тут вы будете практиковать ваше говорение его возможно записки записать и запишите какую-то короткую историю у нас также еще есть такой ресурс как нын бочек рейдил к и я могу дождать задание сейчас вы можете рассказать историю про ваш какой-то день в школе хотели бы вы вернуться в школу или вы рады что вы больше не в школе и вы можете нам отправить на лынгучек радио если вы только еще начинающим английском языке и вы не совсем знаете что делать эти чувства себя немножко растерянным и потерянным и ну вы не знаете с чего начать это не беда это абсолютно нормально мы вам в этом поможем на нашем марафоне от elementary до intermediate чтобы вы дошли до этого уверенного среднего уровня где вы уже можете делать практически все и теперь на этом марафоне от elementary до intermediate есть тоже формат челлендж как на наших легендарных марафонов по произношению и очень медиа до advanced теперь вы не только качественно прокачивать ваш английский но вы еще соревнуетесь с такими же людьми как вы и этот элемент командной работы и азарта поможет вам сделать это еще веселее еще быстрее еще продуктивнее изучение английского языка не должно быть одинокой дорогой и мы хотим вам помочь этого избежать ну и конечно если челлендж то естественно есть призы и это тоже очень приятно и кстати говоря сейчас на скидка 50 50 процентов на этот марафон плюс на другие наши популярные марафоны такие как о которых я уже говорил произношение прононсиэйси но ты медиа до бэнс чемеди до вес про бизнес и инглиш и все дела вы можете заценить ссылку в описании и хватайте пока скидка есть день номер восемь выучите 10 популярных акронимов если не за что такое акронимы акронимы это когда вы берете фразу вы первые буквы каждого слова составляют этот вот акроним например вы все знаете эй кей но вы знаете что это знак как это расшифровывается also known as вот просто выучите например вот такие вот вещи потому что мы ими пользуемся часто эй кей мы ходим часто эти ей что такое эти ей estimated time of arrival если я к вам еду в гости и вы мне пишите смс у вот еще и тей да это значит во сколько ты приедешь день девятый напишите своему другу сообщение на английском языке шокируйте ваших друзей день десять составьте список одежды которые у вас есть которые вы можете надеть на прохладный день и проверьте ваш шкаф посмотрите что у вас есть чего у вас нету составьте себе список нарядов и предметов одежды которые вам нужны для этих нарядов на естественно на английском языке что просто так что день одиннадцатый начните учить 20 популярных английских выражений например как cut to the chase cut to the chase хватит ходить вокруг да около давай прям прямо по делу cut to the chase cut to the chase день номер двенадцать прочитайте как уж новости почитайте новости если вы читаете новости если вы не читаете новости ну мира или политики то и ладно читайте что-нибудь что вам интересно там новости технологии или новости шоу-бизнеса но на английском языке день номер тринадцать придумайте какие-нибудь осенние занятия или активности которые вы можете сделать либо одному либо с друзьями и составьте план план какого-нибудь прекрасного осеннего дня с вашими друзьями но на английском языке день номер четырнадцать две недели прошло и теперь пришло время вам проговорить ваши утренние рутины и ваши ночные рутины morning routine and nighttime routines что вы делаете a wake up at six a.m. I brush my teeth I use the bathroom I wash my face I take a shower I go make a coffee blah 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 все что вы делаете и точно то же самое вечером и если у вас нету рутин то по можно поговорить тоже об этом не забывайте что даже если у вас нету какого-то конкретного ответа на что-то в английском языке это не значит что вам вообще ничего не нужно говорить потому что вы можете всегда сказать well I don't have a morning routine I'm very inconsistent I wake up at different times every day it could be 6 a.m. it could be 9 a.m. it could be 12 p.m. sometimes I don't have a morning routine and I also don't have a nighttime routine because sometimes I go party sometimes I just stay home and go to bed early it all depends so I do not really have any consistent schedules or teens но можно сказать все что угодно день пятнадцатый почитайте какие-нибудь мемчики например на английском языке или найди какие-нибудь цитаты вы знаете вот мы вот мы вот мы вот любим всякие вдохновляющие мотивирующие цитаты вы можете их найти на английском языке вы можете даже поставить какую-то из них себе на заставку на телефон если вы любите читать гороскоп например почитайте гороскоп на английском языке что-то интересное для вас прикольно но что-то еще воодушевляющее и вдохновляющее что-то, что вам будет приятно делать на английском языке. День номер шестнадцать. У нас всех есть наши любимые селебы и знаменитости. Найдите какое-нибудь интервью и почитайте интервью с вашим любимым селебом. Например, есть такой сайт The Talks. Почитайте там. День номер семнадцать. Вашу любимую песню, как будто вы в караоке. Спойте на английском языке, естественно. Что бы это ни было. Если это песня Taylor Swift, если это песня Eminem, если это песня, ну, я не знаю. Любая, какая угодно. Спойте вашу любимую песню. Неважно, есть у вас голос, нет у вас голоса. Какая разница. Вы же не идете на прослушивание в X-Factor или там The Voice. Это просто для вас, для вашего удовольствия. День номер восемнадцать. Зайдите на Мэриан Уэбстер и посмотрите, какое слово дня. Они делают каждый день слово дня. И вы можете так вот пополнять ваш словарный запас тоже очень интересным таким способом. Слово дня на Мэриан Уэбстер. Номер девятнадцать. Сыграйте в игру с вашими друзьями на английском языке. Если у вас есть комьюнити друзей, которые тоже учат английский язык, вы можете сказать, давайте сыграем в английскую игру на английском языке. Игра Never Have I Ever. Вы садитесь в кругу и вы по очереди говорите. Never have I ever, я не знаю, been to Paris. Например, да? И если я, допустим, был в Париже, то я загибаю пальчик. И вот так вот игра идет. И вы можете, ну, been to Paris, знаете, это очень такое innocent игра. Never Have I Ever. Эта игра доходит просто до экстремальных экстримов. И тут уже вам решать. День 20. Есть такой веб-сайт, называется Small Talk to Me. Вот. И это AI, искусственный интеллект, сайт, который помогает вам тестировать ваши speaking skills. Поэтому можете зайти и поиграться там. И поговорить с роботами. 21 день. Найдите сериал. У нас есть, кстати, список сериалов, из которых вы можете выбрать. И начните смотреть этот сериал. И список у нас большой на все вкусы просто. День 22. Вы можете послушать, например, эпизод подкаста All Ears English Podcast. Очень прикольный подкаст. Послушайте эпизод на 22 день. На 23 день послушайте меня. И проработайте, допустим, произношение со мной. У меня много разных видео есть на этом канале. И на разных других каналах с произношением. Поработайте над каким-нибудь звуком. Номер 24. Посмотрите что-нибудь снова. Какое-нибудь шоу. Например, talk show будет прикольно. Типа как late night show. Или daytime show. The Ellen. Ну, оно уже отменилось. Но есть много видосов разных в интернете. Я не знаю. Ну, кучу разных. Jimmy Fallon. Посмотрите. Запишите. Пять новых слов, например. 25 день. Запишите. Составьте список 15 разных вещей, которые вы хотите сделать. Или которых вы хотите добиться этой осенью. Естественно, на английском языке. Что, просто так, что ли? День 26. Выучите пять идиом, связанных с осенью. И у нас этот список для вас тоже есть. 27 день. Снова какую-нибудь песню спойте. Или, может, выучите. У вас есть ваша любимая песня, которую вы любите слушать. Но вы не совсем знаете слова. Не совсем комфортно чувствуете, что вы можете подпевать. Например, так как конец сентября будет. 27 сентября. То почему, например, Wake me up when September ends. Хорошая песня. Но если вам не нравится, вы можете любую другую песню. День 28. Почитайте статью, которая поможет вам улучшить каким-то образом вашу жизнь. Например, если вы у вас дома грязно и куча всякого хлама. И вы давно уже думаете о том, чтобы там избавиться от разного хлама. И declutter, например. Почитайте статью, как это сделать на английском языке. Или если вы давно хотите сесть на диету и потерять 10 паундов. Ну, 5-6 килограмм скинуть. То почитайте статью про новые там какие-нибудь фитнес-тренды. И как люди это делают сейчас. Ну, что-то, что поможет вам улучшить вашу жизнь, но на английском языке. Это отличная мотивация. И опять-таки вы отвлекаете свой мозг от того, что, ой, я учу английский язык. Нет, я улучшаю свою жизнь. День 29. Посмотрите вот этот вот TED-talk про secrets of learning a new language. Очень-очень insightful, очень-очень полезный. Ну и последний 30-й день. 5 tips, 5 советов, как выучить английский быстрее. Прочитайте эту статью. И составьте для себя SMART цель, да, по системе SMART. В статье это все написано и объясняется очень-очень хорошо. Ну и вот, дорогие друзья, 30 дней. Запомните, что изучение языка не должно быть вот этой вот суперакадемической, скучной, школьной работой. Наоборот, это так, даже это сделать только хуже. Потому что, когда вы учите язык, вы не хотите быть напряжным. Да, вы говорите на английском языке, и вы сразу, бам, у вас все меняется сразу. Пол, все тело, у вас такое напряжение. Вам кажется, что вы 5 минут, если поговорите на английском языке, то у вас будут болеть шея, колени, локти, ноги и голова. И вы должны, наоборот, вы должны обмануть свой мозг таким образом, что я не учу английский. Я просто делаю всякие прикольные штуки. Да, на английском языке, и да, это полезно, я что-то учу. Но главная цель это просто мне хорошо провести время в этом месяце. То, что на английском языке, это важный тоже аспект, но не такой важный. Ну а, дорогие друзья, вот такой небольшой план. И вы можете, знаете, этот план скачать. PDF-версии. Это PDF, доступно в нашем Telegram-канале. Вы знаете, где ссылка. Ну а, дорогие друзья, желаю вам продуктивного, хорошего и веселого сентября. И мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания. Peace.